я приветствую дорогие друзья зрители и подписчики моего канала с вами ангел урок и сегодня мы посмотрим такую замечательную игру под названием мафия самая первая часть которая вышла аж 2002 году я в нее давненько играл очень давно и честно говоря я уже не помню и вот решил вместе с вами вспомнить в нашей уже давно забытой рубрики ностальгии давненько я не записывал туда ничего вот и решил все-таки записать пару видосиков вспомнить недавно совсем вышла третья часть его думаю что вспомнить от первые две части и приступить к прохождению что-то звук сломался секундочку странно что-то со звуком случилось ну вот преддверии выхода третьей части я решил ну то есть она уже вышла я решил пройти но не пройти а посмотрите первые две части так как у них очень длинный сюжет то есть там на нескольких десятков что ли часов я уж не помню вот и я думаю всего лишь несколькими видосиками вспомнить и приступить к прохождению третьей части ну что давайте без малейшего но дальнейшего разговора вступим в игру так вступление я честно говоря не знаю даже что здесь и как что за вступление точнее не помню мафия болея еще этот крестный отец игра тоже офигенный болея сейчас посмотрим а я чё-то не посмотрел субтитров рубил в боже какая графика но ничего нормально детектив норман можно мне сесть за ваш столик субтитры не нужны озвучка нормально это наш главный герой томми простите за задержку мне не хотелось чтобы кто-нибудь меня заметил понимаете что нам принести с только кофе сию минуту я не привык сидеть с одним столом с такими как вы у меня к вам деловое предложение детектив я не бизнесмен если бы даже был им то не стал бы вести дела с людьми вроде вас я тоже редко имею дело с людьми вашего сорта но мое предложение особенно это будет полезно вам вашему начальству и мне самому речь идет о чем-то вроде сделки сделки ну скажем я занимаю высокое положение в одной не вполне легальной организации об этой организации ваши люди очень хотели бы знать больше а у меня с другой стороны есть причины не хотеть ваш кофе сэр спасибо у меня есть веские причины желать чтобы меня больше не причисляли к этой организации из этого дела очень нелегко выйти вы понимаете думаю что понял откуда вы пришли ваша голова потяжелеет на пару пуль если вы быстро не исчезните так это не единственная причина у вас есть дети детектив у меня жена и дочь и я не хочу чтобы у них были из-за меня неприятности но я не собираюсь просто так взять под защиту бандита макароника вам нужно было подумать о своей семье раньше поскольку я конечно конечно слушайте это ведь не задаром мы можем договориться вам что-нибудь говорит имя сальери сальери чертовски много говорит вы как-то связаны с ним можно и так сказать я работал на него несколько лет теперь он хочет устранить меня и перевод озвучка вообще семью я расскажу что знаю имена даты банковские счета все хватит чтобы его засадить до конца жизни я не санты клаус чтобы обратиться к шефу мне нужно уже сейчас знать все я должен быть уверен что в суде вы расскажите тоже конечно если вы не торопитесь я расскажу вам обо всех делах в которых я участвовал за эти годы ладно у меня есть время я слушаю офигенно более у меня аж мурашки покажи слушайте болен я еще маленько я захочу пройти полностью так давайте начнем блин ай это смотрел а пропустить никак черт я надеюсь еще что-то там не пропустил и осень 1930 одно время я работал таксистом несмотря на то что приходилось работать день и ночь за гроши у меня хотя бы была работа да 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 припоминаю это дело тачки такие клевые были тяжелые времена и многим приходилось похуже чем мне как раз такси стало причиной моего знакомства с ребятами с альери у меня был перерыв я только что поставил машину и вдруг услышал звук страшного удара сэм ё-моё в меня попали вставай давай сюда здесь такси мы выберемся стало ясно что эти ребята хотят поскорее убраться поэтому я решил что лучше помочь им чем позволить продырявить мне куда едем куда угодно быстрее черт поделись быстрее еще быстрее чем сэм и я рванул чуть не оставил покрышки на дороге только бы убраться подальше от джентльменов которые преследовали моих новых клиентов теперь слушай вниматель нам нужно стряхнуть поставить и за сможет как ехать а понятно еду и еду куда куда ехать ты не можешь чуть побыстрее так удачу быстрее 50 да ну нахер до получая тачка зацепилась давай 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 гоняй быстрее моё такси доеду еду я еду так куда ехать то ёмы подальше у нас есть надо было обучение ты ведёшь машину как старая бабка ты не можешь жить побыстрее хочешь сработать лучше в слове а? попробуй иногда пускаться шевелись а то я пристрелю тебя раньше шевелись да еду я еду быстрее не могу шевелись они все еще у нас на хвосте давай они у нас на хвосте давай не то нам конец быстрее я башку тебе отстрелю я вас размажу гады сам стреляй ты не можешь жить побыстрее господи давай не то нам конец моё такси да блин перевернуть их надо я вас размажу раньше их так 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 давайте мы здесь вот сейчас направо хочешь сработать гырку в голове а? я стараюсь так оу оу тихо 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 отлично шевелись они все еще у нас на хвосте дай ты видишь машину как старая бабка я ж не гонщик они будут мешком нас догнать шевелись они все еще у нас на хвосте дед 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 быстрее ага так вот так вот блин нам бы машину сменить мы тащимся медленнее трамвай я стараюсь развлекаешься мы тащимся медленнее трамвай мы тащимся медленнее трамвай а вот здесь вот опа отлично нам машину как будто что-то подталкивает все нам от них не оторваться да едем едем быстрее я не гоночная машина не здесь не здесь не здесь давай 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 тихо ты чё таранишь у нас и так машина покоцана ты издеваешься ёп твою мать понятно давайте еще раз попробуем у нас топливо опять на исходе так тихо тихо во 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 так ага вон он большой мост все сейчас нам надо свернуть где то вот здесь вот давайте попробуем вот здесь проехать главное чтоб бензин не закончился будет жопов да блин ну последняя фара отвалилась а нет еще она есть погнали так . ощущение неживая уже давай 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 переключаемся на первую чтобы быстрее заехать отлично все ну вот мы уже на мосту это очень хорошо так тихо 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 а теперь надо найти куда нам куда нам конкретно двигаться ты заткни слушай так опа 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 так где то здесь да мы уже близко так ну ка тихо там так 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 где то здесь мы уже близко вот вот только не не говорите мне что мы нам еще на по мосту ехать да твою мать вот 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 сейчас бензин закончится о замечательно понятно охренеть далековато ехать отлично какой Я думал, блин, мост сейчас будет раздвигаться. Так. Мы сейчас достаточно быстро разгонались. Нам сейчас надо направо. Тихо, тихо. Нет, он работает. Тормоз. Так. Как он там назывался-то? Бар Сальери? Заткнись, слушай. Где-то здесь, да? Пожалуйста, скажите, что мы скоро приедем. Нет. Дальше надо было ехать. Ну, всякие магазинчики уже появились. Я не... О. Все, приехали. Отлично. Наконец-то приехали. Подожди здесь, друг. Сам тебе кое-что передаст от мистера Сальери. Спасибо за помощь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А он похромует. Прикольно. Рожи такие. Чувак попал. Вообще... После такого, да, покурить надо. Эй, чё он на меня смотрит. Чё, 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 чё? Он, наверное, на деньги достает Я тут подумал, что это Пистолет Мистер Сальери хочет поблагодарить тебя Мы с поля присоединяемся Это в качестве возмещения за испорченную машину И в знак благодарности Да, конечно, спасибо Передайте поклон мистеру Сальери Мистер Сальери хочет, чтобы ты знал, что он очень признателен Если тебе что-нибудь понадобится, можешь прийти и попросить о помощи Мистер Сальери не забывает друзей, которые помогли ему в трудную минуту Если хочешь, мы бы могли найти для тебя работу здесь У нас всегда есть место для хорошего парня вроде тебя Ладно, ладно, я подумаю над этим, спасибо Правда, спасибо Я лучше поеду, проверю машину и все такое Хорошо, я понимаю Обдумай мое предложение Я надеюсь, ты понимаешь, что все должно остаться между нами Будь осторожен, парень Когда я открыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил Там было куда больше, чем стоил ремонт машины Но я даже и думать не мог об их предложении Я не хотел иметь дело с преступниками, будь у них хоть все деньги в мире Лучше быть бедным, но живым, чем богатым покойником, верно? Я собирался починить машину и как можно скорее забыть об этом деле Но как любила говорить моя мама Никогда не знаешь, что Господь припас для тебя Совершенно верно Бегущий человек Ну ладенько, давайте на этом закончим эту серию Эй, вы не могли бы подвозить меня до церкви в деловом районе? Ладно, ладно Ну вот, сейчас тронемся и закончим с вами серию Ну ладенько, всем пока С вами был Ангел Урок Подписывайтесь, вставляйте комментарии Обязательно ставьте комментарии Хотите ли вы, чтобы я прошел первую часть мафии Ну блин, у меня прям желание такое загорелось И сразу в аварию упал Да, всегда Ладно, все, всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...